здравствуйте в серии видео научи меня читать я хочу рассказать об обучении чтению на английском языке о том как наш мозг учится читать о том как обучают чтению в школах америки россии и обучают ли об эффективных и научно доказанных методах обучения чтению его сложностях английского правописания меня зовут ирина малыгина я преподаю английский уже 15 лет и являюсь автором детских обучающих пособий сегодня мы поговорим о том так ли легко научиться читать на английском языке и детям и взрослым бывает что родители жалуются мой ребенок уже год-два изучают английский и до сих пор не может прочитать каких-то элементарных слов давайте мы начнем изучать списки транскрипции правил ну как раньше нас учили правило хорошо говорю я вот посмотрите базовое правило буквосочетание и и дает звук и прочтем небольшое предложение где встречается это буквосочетание обратите внимание на розовые фрагменты да once was a beautiful bear who sat on a seat by the house and read about how the earth was was created 7 7 вариантов произношения одного и того же буквосочетания не мудрено что даже англоговорящие дети испытывают сложности с обучением чтению несмотря на долгий ежедневный труд в школах что уже говорить о наших российских детях которые не владеют английским языком а во втором классе от них требуется сразу начать читать предложение и тексты даже сами англичане шутят написано манчестер читается ливерпуль все с ног на голову как так получилось почему английское правописание такое сложное и запутанное дело в том что английский язык как и другие языки менялся веками заимствовались новые слова менялись правила произношения но вот написание оставалось более консервативным поэтому сейчас многие слова пишутся так как они читались еще в шестнадцатом веке например на и читалась никто алсай читалась алсайл на протяжении веков многие выдающиеся деятели такие как марк твен чарльз диккенс чарльз дарвин мечтали изменить правописание английского языка и предлагали алгоритмы упрощения ну к сожалению безрезультатно здесь вы видите текст реформы предлагаемый марк твеном думаю скорее ироничная шуточная форма присутствует здесь и попробуйте прочитать последнее предложение к чему привела бы реформа как бы изменился английский и жизни изучающих язык была бы упрощена не сразу но мне удалось прочитать попробуйте и вы и еще одна очень интересная личность эдвард рон тейлор он был председателем американского совета по грамотности и ярым сторонником упрощения английского правописания он продвигал реформу под названием sound spell согласно которой все слова в английском должны читаться так как они написаны то есть по его измененной системе написания слов предложение ай-хава-гур-ай-дея выглядело бы вот таким образом розовым цветом можете увидеть на экране ай-хава-гур-ай-дея его легче было бы прочитать и детям и взрослым которые изучают английский язык но это имеет смысл вы можете также найти в интернете очень интересное короткое видео с эдвардом рон тейлором а где 102-летний 102-летний харизматичный мужчина рассказывает о безумном английском правописании и о том что его срочно нужно изменить тем не менее эти реформы видимо все еще находятся на рассмотрении а что мы имеем более 40 правил чтения тысячи слов самых распространенных слов которые нужно знать которые читаются не по правилам и в американских школах две трети детей в четвертом классе показывают результаты по чтению ниже среднего в российских школах чтение вообще не изучаются на уроках английского предполагается что ребенок во втором классе должен прийти и уже владеть этой информацией и этим навыкам каким-то волшебным образом как вы думаете ребенку интересно учиться когда он понимает что он пропустил целый пласт информации от него требуется уже идти дальше конечно нет мотивация у ребенка снижается сразу же и в своей школе я пришла к такому решению создала мягкую программу по обучению чтению для детей в первом классе мы плавно готовим их к изучению дальнейшему изучению чтения во втором классе и нам это помогает сейчас наш опыт принимают и другие школы языковые центры и одна из причин по которым я решила записать видео я хочу обратить внимание на эту проблему хочу сказать что есть выходы которые не требуют каких-то огромных затрат финансовых чтобы помочь каждому ребенку изучать английских английский с первых шагов с интересом и без вот этих огромных пропусках знаниях поэтому я готова к сотрудничеству обращаю внимание на то что проблема решаема и в следующем видео как раз хочу рассказать вам о том как совершенно неправильной системы обучения чтению существовавшие в америке более 50 лет благодаря сми благодаря людям которые обратили внимание на эту проблему не остались безразличными освещали эту проблему все-таки смогли что-то поменять и сейчас ситуация улучшается спасибо вам большое за внимание до новых встреч